Мы эту маску придаем, и ты видишь, как будто бы он приедет. Вот можно залететь, например, в какое-то место. Десятилетний гор развит по возрасту. Только сложная болезнь позвоночника ограничивает подвижные игры. Другое дело компьютерные или управление детским квадрокоптером. Такие занятия с педагогом объединяют ребят с разными диагнозами. Приводят юных учеников исключительно отцы. Именно для них создан клуб «Папа особого ребенка». Очень приятно, что появился, во-первых, такой клуб. Мне хотелось бы еще почаще, чтобы было такое для детей интересное. Конечно, и музей, и там развлечения, и новый коллектив для них, новые друзья появятся. Конечно, это очень приятно. Цель клуба – вовлечь отцов особых детей в процесс реабилитации, ухода, а также обучения и развития своих сыновей и дочек. Создать у мужчин такую мотивацию, чтобы они не просто разгружали мам, но и осознавали важность своей отцовской роли. И тогда, как пример, стараниями папы-баяниста заиграет и сын. Есть отцовские чаты, в которых даже меня нет, или я есть, но в тени. Они самостоятельно создают какие-то проекты, встречаются с детьми, проводят вместе время и в гончарских, и на рыбалке, когда был сезон и так далее. То есть это очень крутая история для пап, для реализации себя и своего ребенка. На открытии клуба «Папа особого ребенка» он стал 30-м. На Дону отцам вручают дипломы участников, детям – значки и подарки. Затем – общее фото на память. Но главное – это помощь. Правовая, психологическая, педагогическая, которую теперь смогут получать и родители, и дети. Мы поставили себе амбициозную задачу к 2024 году распространить этот опыт на территорию всей Ростовской области. И я уверена, что с этой задачей мы совместно с муниципалитетами справимся. Потому что ни в одном муниципалитете, в котором бы мы предлагали реализацию этого проекта, не было ни тени сомнений на то, что этот проект нужен, важен. А на сегодняшний день клуб «Папа особого ребенка» объединяет более 430 отцов. Наталья Самойлова, Владимир Савилов, Дон-24, Неклиновский район.